Сегодня в зоне АТО 5 обстрелов с начала суток. Горячие точки это Старогнатовка, Водяная, Опытная и Авдеевка. Украинская армия огонь в ответ не открывала. Об этом сообщают в штабе АТО. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. Перейти в полный рост здесь нельзя. Под Авдеевкой уже активно работают вражеские снайперы. Крайне опасное оружие с оптическим прицелом. Враг постоянно простреливает из утеса. Это такой крупнокалиберный пулемет 12,7. миллиметров калибра. Эти территории. Но кроме этого начал использовать тяжелую артиллерию. Также работал танк. Это был выход великого калибра сбоку сепаратистов. Я бы даже сказал не сепаратистов. Там российские оккупационные войска и коллаборанты. Соседнюю позицию утром накрывает тяжелая артиллерия. Бригада черных запорожцев вынуждена прятаться в блиндажах и окопах. Простреливают все пари с той стороны. Ну, как сказать правильно, лякают нас. Провокуют нас, чтобы мы им дали сдачу, чтобы нас обвинить потом в том, что мы начали с нами бою. Украинское оружие пока молчит. С той стороны час от часу прилетают вражеские снаряды. По данным разведки, к боевикам зашел батальон Сомали. И сейчас противник пристреливается к нашим позициям. Больше агрессивно начало поводиться. Больше провокативных действий появилось. Постойно провокуют. Крупнокалиберные кулеметы начали працювать довольно прицельно. ГАС пристреливают. Окупанты уже используют тяжелое вооружение. Крупнокалиберные 150-ми. Бойцы слышат, как с той стороны подгоняют бронетехнику. Украинская броня, разрешенная Минскими договоренностями, на передовой, но ее не применяют. Нам запрещают, мы же ее не трогаем. И без нее тоже хорошо. Это если тяжко, сильно придавливает, тогда уже возможно, думаю, что надо она. А так, пока ничего такого серьезного нет, пока так справляемся без нее. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий, Сергей Бадала. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.